Ян, ну подожди ты, ну уже все магазины мы обошли, может уже хорош, потому что если такая подготовка к твоему дню рождения, то сам день рождения я не переживу. Переживешь? Ради такого я тебя из того света достану. Да-да-да, ты достанешь, это прямо твое. Ну ладно, давай ты тут маникюришь маникюры, вот, держи, а я погнал в офис, все. Буся, подожди! Не-не-не, я на это не поведусь уже. В прошлый раз, когда ты сказала, подожди 15 минут, я зашел выпить бокальчик пивка, а очнулся, когда принесли счет на три бутылки водки. Буся, ну мы сегодня маникюр будем делать не мне. А шо, опять ты за мои деньги будешь делать маникюр этой сучке? Перестань так называть мою маму! Я вообще-то про собачку твою. Кстати, у нее маникюр дороже, чем твой, задумайся. Ну вот поэтому мы маникюр будем делать тебе. Смешно, смешно. Нет, я серьезно. Мне? Маникюр? Отлично! Давай, маникюр сделаем, потом нарастим ресницы, выщипаем брови, татуаж, губы накачаем, задницу вот такую сделаем побольше, да? Нет, ну если ты так хочешь, то можешь, конечно, сделать. Яна, алло, ну что ты такое говоришь? Вот эти вот маникюры делают только парни, у которых есть свои парни. Ой, твой друг, Евгений Борисович, он делает маникюр. Ну так он работает в Верховной Раде, там все такие. Не, ну кроме Вера Стюка, конечно. Ну, Пусть, ну, ну пойми, ну я же все делаю для того, чтобы быть красивой. А ты даже маникюр не можешь сделать. Так это потому, что вам, баба, все время нужен тюнинг. А мы, мужики, рождаемся сразу в максимальной комплектации. Да-да, и прям вот с таким бампером. Это подушка безопасности. Ну, Егор, ну аж в 16 веке мужчины начали делать маникюр. А еще в 16 веке мужчины устраивали оргии, а еще сжигали на костре того, кто сказал, что земля круглая. Мы шо, сегодня после маникюра едем куда-то отжигать? Пусть, ну пойми, что после моего дня рождения у нас с тобой годовщина свадьбы, и будут фотографировать наши кольца. Вот у меня пальчики красивые, а у тебя как у слесаря. Да че как у слесаря? Ну шо, я вообще темный? Шо, я не обрежу себе эти ногти? Да-да-да, я помню, как ты последний раз подстричь себе ногти. Да нормально я подстричь. Да? Вся ванна в кровище. Так это я просто, ну, сильно дернул этот закусенец. Муся, ты себе чуть полпальца не отпонахал. Значит так, не будет маникюра, не будет секса. Ну, у тебя, может, не будет. Ну, у меня все нормально. Ладно, тогда я перестану записывать на себя твое имущество. Это аргумент. Ладно, давай сделаем маникюр. Только я тебе предупреждаю, никаких вот этих модных штучек. Да-да, да-да. Не нравится мне это да-да. Здравствуйте. Здорово. Позови этого мастера маникюра. Он перед вами. Так, все, до свидания. Буся, Буся, Буся. Да ну, блин. Посмотри, это, это крутой профессионал. Посмотри, сколько у него дипломов. Это специалист маникюра и педикюра. Пускай этот педикюр делает маникюр таким же, как он. Мне не надо. Вот зря вы так. Между прочим, каждый уважающий себя мужчина делает себе ногтики. Это кто тебе нашептал? Твой паренек на лужке, да? Буся, это Энджи. Он специалист. Что, Энджи? Нравятся тебе гладкие мужские пальчики, да? Буся. Что? Ну смотри, ты сделаешь маникюр. У тебя будут красивые пальчики. И я позволю тебе пошалить. Ладно. Давай, только это, маску одень, а лучше противогаз. Не хочу видеть твою довольную рожу. Ну что ж, давайте посмотрим на ваши ногтики. Я хочу посмотреть материаль, с которым придется работать. На, смотри. Все рассмотрел или поближе тебя? Яночка, какой-то он у тебя напряженный. Может, я ему массаж кисти сделаю? Может, ты мне еще простату помассажируешь? Хор! Э, ты что? Кайфет, да, 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 да. Блин, да. Только, Яно, никому не рассказывай. А ты... Ты подпишешь бумагу о неразглашении, иначе я тебя убью. Какие у вас сильные мужские руки. Э! А у тебя хлипкая шея. Еще раз ко мне подкатишь, шея может сломаться. Пуся, ну мужской маникюр сейчас очень модно. Вот его делают Егор Крид, Даня Милохин и Маргенштерн. Маргенш что? Маргенштерн. Тогда не надо мне этого делать. Ну, нахрена? Давайте для начала определимся. Аппаратный или обрезной? Я никакой не обрезной, я православный. Я имею в виду, маникюрчик делаем ножничками. А как по-другому? Ты шо их грызть будешь? Пуся, а он имеет в виду, тебе ногтики состригать ножничками или аппаратиком? Ножничками давай. Хрен его знает, шо у него означает аппарат. Ага. Для начала ванночку принесу. Ага. Какую ванночку? Может ты мне еще в баньку сводишь? Ванночка нужна для того, чтобы распарить кожицу. Он меня шо, еще мыть будет? Пуся, только пальчики, только пальчики. Я тебя предупреждаю, если он в мою ванночку залезет, я его в ней же утоплю. Ну, что, вы уже определились, каким лаком будем покрывать? Каким еще лаком, Яна? Ну, каким, ну, бесцветным, таким, просто защитным. Хотите, могу разноцветным разукрасить. Хочешь, я тебе морду могу разукрасить. Давайте тогда сначала обрежем лишнюю кожицу. Я что-то не могу понять, это салон или синагога? Луся, он имел ввиду кутикулы. Да нет у меня никаких кутикул, вылечил я их давно. За усеницы. Правильно говорить, за усеницы, потищенка. Давай, ладно. Кончик какой будет? Острый или закругленный? Ты можешь другие слова подбирать? А то у меня в голове картинки стрёмные появляются. Буся, а это же имеет ввиду, что тебе ноготь, ноготь, кончик ногтя делать закругленным или заостренным? Да ровным. Окей, окей, ровно так ровным. Стразики клеим. Какие еще стразики, Яна? Ой, мне так нравится, мне так нравится, когда блестит. Ты хочешь, чтобы я себе нос распонахал, когда ковыряться буду? А, ну да, опять вся ванна в кровище. Хорошо, и последний вопросик. Педикюрчик делаем. Так, все, я пошел. О, Буся! Я думал, отстой, а потом такое началось. Что, серьезно? Конечно, женщина же на пальцы обращает внимание. Да? Только я маникюр сделал, они прям на крючок прыгать сами стали. Так что, очень рекомендую, работает вот так. Понял. Ну что, я, наверное, сделаю тогда. Буся! Что? Короче, а давай не будешь делать маникюр, а? Что это я не буду делать, я не понял. Я уже настроился, там, шелак, шмелак. Буся, я просто попрошу у фотографа, чтобы он на фотошопе сделал все это красиво. Ну как же, ну ты же хотела, чтобы... Буся! Я тебя и такого люблю. Поехали домой, шалить будем. А, шалить? Ну ладно, это можно. Давай, Серега, удачи. Все, пока, Энджи. Так, что, какой делаем маникюрчик? Сильный, пожалуйста, такой, но выдержанный. Меня тут в Верховную Раду обещали устроить задним числом. Я так понимаю, педикюрчик тоже делаем? Все делаем. И педикюрчик, и зону бикини, и шугаринг. Меня на лидера партии выдвигают. Прекрасно. Сегодня собеседование. О, офиска. На утро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Не без носа убийца Гестаса, не жестокий пятый прокуратор иудеи, всадник в понтический пилат. Это потрясающе. Это классика. Библиотеку Лептикского университета вернули книгу, взятую 40 лет назад. Интересно, что он читал все эти 40 лет. Или там картинки были интересные. А потом женился и сдал. Библиотеки подсчитали, что за эти 4 десятилетия в общей сложности набежала пенни на 15 тысяч евро. Это хорошо, что в Украине никому нету дела до библиотек. Интересно, кто это? Девочки еще на занятиях? Здравствуйте. 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 Вы ко мне? Евгений Михайлович Бздюк? Бздюк? Будь здоров. Нет, вы неправильно поняли. Правильно говорить Бздюк. С Х. В конце Х. В конце Х, понял. А в начале шо? Бздюк. Это хорошо. Когда человек боится, с ним легче договориться. Простите, договориться о чем? О возврате долго, Евгений Михайлович. Я прошу прощения. Извините, это какая-то ошибка. Вы коллекторы? Хуже. Мы библи... Библиотекари. Подождите. Но вы больше похожи на коллекторов. Мы библиотекари-ликвидаторы. В стране библиотеки закрываются, а вот мы, так сказать, проводим аудит, ищем таких вот должников, как вы, Евгений Михайлович. Не смешите меня, где вы, а где библиотека? А у нас серьезная библиотека. Да. К нам даже кандидаты наук ходят. Да. Недавно буквально кива заходил. Готовился к диссертации? Да не, передернул на белоснежку и ушел. Ему у нас нравится. Часто заходит. У нас же камер нет. Посетителей тоже. В ради палева у нас спокойно. Скажу по секрету, он и на спящую красавицу западает. Это, конечно, интересно, а при чем тут я? Что вы... Мари, читательский билет твой? Где Мэри Поппинс? Какая Мэри Поппинс? Которая до свидания. Почему вы взяли, что она у меня? Вот, смотри. Читательский билет твой? Мой. Ну, 30 лет задержки. Ты представляешь себе, в общем и целом, какая сумма набежала? Извините, пожалуйста, но я не верю, что вы библиотекари. Библиотекари, они обычно маленькие, щуплые и женщины. Ну, или как я. А ты вообще, когда последний раз был в библиотеке? Да, теперь мы такие. В библиотеки почти не ходит никто. Времени свободного. Во! Качаемся, так сказать. Расширяем свой, так сказать, интеллектуальный кругозор. Ну, так шо, бздюх, платить готов? А? Или тебя на счетчик ставить? Извините, а сколько я должен там за эту книжку? Ты же, наверное, книжку еще в Советском Союзе брал? Ну, да, получается. Тогда в рублях. Полторы штуки. А, полторы тысячи советских рублей. Я вам так и отдам. У меня от бабушки осталось. О, да. Не-не, у нас привязка к доллару. И платить надо в долларах. Так, 30 лет назад курс какой был? А, 60... Не, 62 копейки. 62 копейки. Как сейчас помню. Ну, короче, в общем и целом у тебя получается две с половиной тысячи долларов. Библиотечная книга. Мне может столько стоить. Ничего не знаем. Долг есть долг, надо отдавать. И книгу тоже, кстати, надо вернуть. А то сумма возрастает в два раза. У меня денег нет. Зато есть квартира. Да. Квартира и Мэри Поппинс библиотеки. Евгений Михайлович, до свидания. Слушайте, ну я взял эту книгу 30 лет назад. Ну, она может быть где угодно. Надо найти. Надо найти. Ну, послушайте. А может быть я найду точно такую же? Ммм. Издание «Прогресс», 67-й год, с нашим штампиком. Такое еще никому не удавалось. Слушайте, а что будет, если я ее не найду? Ммм. Был такой пассажир. А. Помнишь, не отдал красную шапочку. Ага, да. Все, теперь у него и шапочка красная, и рубашечка красная, и штаники. Красные? Коричневые. Волки его сожрали. А еще один Муму не отдал, помнишь? А, да. И что? Утонул, гад. Ага. Вы его под поезд кинули? А ты молодец, быстро соображаешься. Вот ты для себя какой вариант выбираешь? Я не знаю, я не знаю, никаких вариантов, я не могу. Обычно вариант нам подсказывает сама книга. Да. Вот у тебя, например, Мэри Поппинс, да? Значит, даем тебе зонтик в руки и идем на балкон. Не надо, пожалуйста. Не надо так. О, у меня лучшая идея. Ну-ка, ну-ка. Шведская сказка. Малыш и Карлсон. Ну, малыш, говори, куда тебе засунуть пропеллер? Чтоб ты стал лучшим в мире привидением с мотором. Не надо, пожалуйста, я найду. Я найду. Давай, давай. Я обещаю. Я найду. Ищи, ищи, капитан Грант. А то дети тебя не найдут никогда. Ищи побыстрее, а то тебе еще вторую книжку искать. Да. Как вторую? Я что, две книги не сдал? Конечно, две. И у второй, понимаешь, проблема. Там вот первое слово «приключение» в названии, а второе как-то затерлось. Это может быть что угодно. Приключение, допустим, барона Минхаузена, приключение капитана Врунгеля или даже приключение Буратино. О, а давай это будет «Приключение бздюха». Отлично. Извини, такой книги нет. Будет? Это будет триллер с элементами эротики. «Приключение» Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Я найду, я найду. Она была где-то здесь. Она была. Давай, давай, ищи. А то, если не вернешь, ты у меня козленочком станешь. Да. Ты у меня водичку будешь из лужи пить. Я тебя по сусекам поскребу, по амбарам намету. Я дёрну за твою верёвочку, а ты откроешься. У вас какие-то странные угрозы. Просто у меня товарищ последний месяц в отделе сказок работал. Сказок и разукрашек. Чё ты-то думал? А ну-ка, ровно стой. Ну что делаете? Мщу тебе за все книги. Которые ты разрисовал в школе. Ну, признавайся, учебники в школе разрисовал, усики рисовал? Я никогда. А я знаю, он не усики подрисовал, что-то другое. А-а-а! Вспомнил только усы. Окей. А что будет, если я не найду Шерлока Холмса? Ну, а ты примени метод дедукции. Да? Вы мне сбросите со скалы, как профессора Мариарти. Ну зачем так жёстко? Зачем? Мы тебе просто отобьём почки. И будешь ты всю жизнь кушать одну овсянку, сэр. Не надо, не надо, я найду, я найду. Она, 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 вот, вот, вот она. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Вот. Нашёл, нашёл, нашёл. Так это не наше. Это издательство «Спутник». А у нас-то «Прогресс». «Прогресс». Это как, это, это как, это, это, это что это, 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 это что это? Это ты у нас, получается, книжный вор, рецидивист. Всё, улица, фонарь, штабтека. Бац! И нету человека! Помогите! Помогите! Привет, папуль! Женя, что здесь происходит? Понимаешь, я, 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 я 30 лет назад не издал эту книгу в библиотеку. А вот они, как, в библиотекаре. Они мне угрожают. Так, какую книгу? «Приключения Шерлок Омса». Так я же как раз читаю эту книжку. Чего? Эта девочка читает обычную книгу? Бумажную? Нихренность, а есть телефон? Да, если и сфоткаюсь. Ну, а ну? Давно таких не видел. Класс. Ну и как тебе там? Не сложно в этой книге? Элементарно, Ватсон. О, видала. Это великолепное издание оказывается особенно интересным еще и потому, что все произведения представлены в классическом переводе. Таким образом, читатель получает возможность не просто насладиться литературным талантом автора Артура Конан Дойла в полной мере. Пока у нас есть дети, которые вместо гаджетов читают настоящие книги, этот мир не безнадежен. АПЛОДИСМЕНТЫ спасибо доченька ты спасла папу в общем это шерлоком холмсом порешали претензий не имеем пускай девочка читать так а шо по мэри поппинс до свидания так было смешно блин а как вспомни выражение лица той женщины который ты в лоб батоном попал она сама виновата мы же на пруду кормили уток она селфи делала губу как выпечет я ее и перепутал с уткой ну чё может присядем да конечно пожалуйста лампочка окрашена смешно перепуганное выражение лица ничего я не не испугался я хорошо тут в парке красиво и людей почти нет смотри первая звезда можно желание загадать где вон я уже загадал ой папа написал смс-ку что он ключи от дома забыл и в общем я пойду сейчас на вход в парк отдам ему в общем ты жди меня здесь или ты со мной пойдешь о нет нет что ты я как-то не готов сегодня с твоим папой встречаться я сейчас я пока на звезды ты у меня сейчас будешь не звезды рассматривать а звездюлей отхватывать ты анчоус сушеный алё а и егор григорьевич егор григорьевич ну вы ведь должны быть на входе в парку яных ключи забирать а что вы тут делаете кусты подстригаю зачем ты тупень лупоглазый не уж то не понятно тебе что я тут чтобы ни один извращенец по типу тебя к моей доченьке не прикоснулся а если он что-то себе удумает то я его быстренько остановлю как остановите с помощью вот этого секатора чик и все а мы с яночкой просто гуляли ничего такого просто гуляли знаю я ваше просто гуляли сначала просто гуляли потом просто зашли к тебе домой просто посмотреть детские фотографии потом она просто забеременела потом она просто бросила учебу и просто пересрала себе всю свою жизнь что вы я такого ничего не хотел рот закрой да ты уже до месте ухти чё си ты у меня быстрая а я в пробочке тут застряла давай я напишу как подъеду давай значит так шершень ты сутулой если ты удумаешь опылить мою квиточку даже притронуться к ее лепесткам эти этим секатором все отчикают и понял меня мы закончили на том что я пойду домой мне пора пока смысле я это в туалет хочу женька в кустике сходи не дай бог в кустике мне как-то дома сподручнее я тебе завтра позвоню а еще лучше через три года когда ты университет закончишь женька стой я понимаю что ты очень стеснительный и не можешь решиться на этот первый шаг в общем на него решусь я какой первый шаг я тебя поцелую папа 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 поцелуйся не надо мне нельзя целовать у меня у меня герпес джейка на что такое вы думаете что ты здоровый здоровый я хотел бы еще хоть немного пожить женя что ты делаешь я решил спортом позаниматься да давно не отжимался же не на потопе занимаешься спортом ты что спорт нельзя откладывать он жизнь не продлевает а вот как раз поцелуи жизнь укорачивают как укорачивают как как секатором так чик и все же я ну быстро сел возле меня наверняка что-то важное папа ай он уже у входа ладно я сейчас приду посиди я тебе шо сказал не дотрагивайся до неё я ничего не делал она сама сама кто трубочку так губы трубочкой скрутил и лезет к ней я тебе так сделаю что ты всю жизнь будешь ходить туда вот с губами трубочкой дышать будешь через трубочку я через трубочку пухать через трубочку не надо егор григорьевич рот закрой да тут ты до входе я за входе а что-то я тебя не вижу подожди а ты на каком входе на западном а я на восточном чтобы перепутал ну надо же я сейчас пешочком дойду как раз мне полезно а вот думаю минут 15 и я буду ты давай мне заканчивай тут свой романтик иначе тебе входа он перепутал так продолжим продолжим стих я помню чудное мгновение перелетал за ограждение желание исполнения и от самых преданных друзей и там еще какая-то строчка я не помню в блокнотике записано дома мы этот этап уже проходили и стихи и конфеты цветы но ты мне нравишься и я тебе нравлюсь или нет или нет то есть или да мысли просто да ну так поцелуй меня не могу а я поняла я поняла ты просто боишься моего папа кто я никого я не боюсь ну ты же сам говорил что он не отёсанный дуб чё сразу дуб то и максимум и что он такой здоровый как бабуин я я я я не это имел ввиду я я имею ввиду что он родился в год обезьяны и что лицо его похоже на бульдога которого не выгуливали месяц максимум денег данным об этом ничего не знают да 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 ос айх пришел уже блин сейчас приду можно я с тобой нет жени я сейчас пойду ему все выскажу жди меня здесь Значит, на бульдога у меня лицо похоже, да? Егор Григорьевич, не убивайте, я не это имел в виду Значит ты, очкарик, слушай меня сюда Я тебе даю последний шанс уйти отсюда на своих двоих, а не уехать на скорой Сейчас она возвращается, и ты говоришь, вам надо расстаться Как расстаться? Рот закрой Да, доченька, ой, забыл же тебе сказать Нашел я ключи в кармане, выходит не терял я их Ты извини, если что не так, я в общем жду тебя дома Ага, давай, короче, давай, скажи ей что-нибудь и вали отседова А что я ей скажу? Да что угодно, скажи, что у тебя зуб разболелся Так а если она мне не поверит? Хочешь, чтобы я сделал, чтобы поверила? Нет Давай, придумай что-нибудь Скажи, что ты гей Ну я не гей Уверен? Уже не очень Давай, решай вопрос, быстро Ну господи, морочит голову с этими ключами Я... 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 на... я... 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 на... не... я хочу... точнее я не хочу, но нам нужно... в общем нам нужно расстаться Ты что, меня не любишь? Люблю... Люблю... То есть, я думаю, это обычная влюбленность Точнее симпатия Ну, просто как другу Я гей Ну, тогда я тоже хочу тебе кое в чем-то признаться Ты тоже гей? Я беременна Гоп! Гоп! Я... я хотела тебе это сказать, но ты вот это вот... устроила непонятно что Я не знаю, как теперь вообще... это просто капец какой-то Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте ее, я не знаю, как это произошло, я повесить не имею как это... Иди... целуй ее Как... как... целуй? Вы же сказали, что вы меня... убьете А сейчас говорю, убью, если не поцелуешь И скажи, что свадьба у вас скоро Как свадьба? А как же университет? Учеба? Как-нибудь порешай, у меня все-таки ректор Яночка, я... я там глупость ляпнул Я... я тебя люблю И... и у нас будет свадьба Правда? Правда? Да правда, правда, целуйтесь уже! Папа! Папа! Папа, что ты здесь делаешь? И... вообще, что... в чем ты одет? Ты... ты... ты что, за нами следил? Следил! Следил, следил, да не уследил! Эх... сейчас бы чикнуть кое-чего кое-кому! Да не хочется, чтобы мой внук жил с отцом без хозяйства! Ладно, давайте, определяйтесь с днем свадьбы Кого приглашать будете? С моей стороны будет 62 человека, я все подсчитал Ну и это, как его... Ресторан? Какой ресторан? В столовке университетской будете праздновать? Зря, что ли там мать заведующей работает? Так... а я пошел, все, давайте! Ты куда? Куда, куда? В ЗАГС? Договариваться, чтобы вас приняли без очереди! Или ты хочешь с пузом замуж выходить? Как мать твоя! Мать твою! Это ж матери еще все объяснять! А, черт! Ну, дурак! Ну, дурак! Прям как я в молодости! Господи, наконец-то он ушел! Я уже даже не знала, как от него избавиться! В смысле? Ты что, все это время знала, что он тут? Ну, конечно, знала! Меня туда-сюда гоняла, на второй раз я уже поняла, что что-то здесь не так А на третий раз не побежала, а спряталась за деревом И смотрела, как ты общаешься с кустом! Подожди, а вот это про беременность, это не правда? Женя, какая беременность? Мы с тобой даже еще не целовались! Я что ж думаю, оно же не воздушно-кабельным передается! Ну, давай, нам никто не мешает А ну стоять! Мама! Что вы тут надумали делать, а? Тетя Юля! Мама, что ты тут делаешь? Это вы что тут делаете? Значит так, экзамены сдадите, институт закончите, образование получите, работу найдете, пенсию оформите, а тогда целуйте сколько хотите! А сейчас бегом к экзаменам готовиться! Ну, мам! Не мамка, я сказала, бегом! Ну, тетя Юля, можно хотя бы в щечку? Можно! Но только тетя Юля! Ой, Господи, Жень, пошли! Янка! Ну, остановись-то уже, ну! Ну, Янка! Да стой ты! Что? Ну, реально, хорош! Ну, еще два магазина, и у меня туфли сотрутся! Нужно новое буду покупать! Буся, не переживай, этот магазин последний! Мы сюда пришли купить кое-что тебе! И это сюрприз! Обожаю твои сюрпризы за мои бабки! Ну, и что на этот раз? Мы тебе купим нижнее белье! Труселяш, Оля? Не труселя, а именно нижнее белье! Не понял, а чем тебе мои старые труселя не нравятся? Да потому что ты носишь семейки! Ну, да! У тебя нет ни сексуальных, ни модных, ни обтягивающих! Зато они удобные! Блин, Янка, ты знаешь, как мы между собой, мужиками, называем вот эту вот всю обтягивающую муть? Час пик в маршрутке! Потому что со всех сторон давит! Не продохнуть! Капец вообще! Ну, сама подумай! Вот тебе в чем удобнее перемещаться? В комфортабельном джипе или в тесном матизе? Ну, конечно же, в джипе! Ну, конечно же! Вот и моему пассажиру больше нравится в джипе! Он в этих семейках прям такой кружим-кружим! Егор, прекрати, пожалуйста! Мы тебе сейчас купим крутое нижнее белье, и ты своего пассажира пересадишь в Феррари! Простите, здесь есть кто-нибудь? Да-да, всем могу помочь! О-о-о, так все, Яна, пошли отсюда! Операция труселя отменяется, пошли! Чего? Да ну посмотри на него, ну, ё-моё! Ты же меня заставишь сейчас тут мерять перед ним, а я светиться без штанов перед ним не собираюсь! Посмотри, он же пожирает меня глазами! Он же хочет меня! Буся, ну прекрати, ничего ты не будешь снимать? Я просто так вот приложу к тебе! Не надо прикладывать! А вдруг он их уже мерил? Посмотри на его рожу хитрую! Наверняка мерил! Чем ему и тут еще целый день заниматься? Буся, прекрати! Подскажите, пожалуйста, нам нужны трусишки! Вам какие? Брифы, слипы, хипсы, боксеры, стринги, бикини, джокстриты? Ты что, в уши долбишься? Она тебе сказала, трусишки! Так это все и есть трусишки! Вы их будете под брючки носить? Нет, на брючки! Как Супермен! Я имею в виду, вы их будете под брюки носить или под джинсы? Потому что если под брюки, то вам нужны хипсы или брифы! А если под джинсы, то можно и стринги! Ой, давайте стринги, Буся! Яна, алло, ты чего? Суши переела! Ну где я, а где стринги? Вам, кстати, очень пойдет! Ты рот вообще закрой! А то я сейчас твои стринги тебе на голову натяну! Буся, ну в стрингах ты будешь такой сексуальный! Яна, я вообще не понимаю, что тут вот сексуально, когда мужик идет вот так? Вау! Буся! Что Буся? Ну реально они вот так вот ничего не хотят! Ну а как не ходить еще? Ну не преувеличивай! Да это твои стринги все преуменьшают! Они не только преуменьшают, они человека пополам могут разрезать! Разделить жизнь на левое яйцо и на правое! Это космар вообще! О чем ты говоришь? Ну представь себе, я играю в бильярд, тянусь на дальнюю лузу, и тут у меня из-под штанов выпрыгивает веревочка розовенькая! Я мужикам что скажу? А пацаны, ничего чистого не было, я у Янки взял на понос! Буся, ну ты их будешь носить только передо мной! Я тут не буду видеть? Скажите, где у вас стендик со стрингами? Посмотрите вот на этом стенде! Ах, блин! Иди, иди! Так! Вик! А? Что мы здесь делаем-то? Сашка, ну а вдруг снова локдаун? Где мы тебе трусы купим? Ну так, ну... Нет, Саша, трусы это не маска! В одних трусах не получится полгода ходить, их надо менять! Что ты драматизируешь? Да, согласен, маска у меня одна, но боевая! А труселей-то у меня целых 10 штук, все одинаковые! Так в том-то все и дело! Я весь карантин на них смотрела, ты каждый день в них дефилировал! Я думала, у меня день сурка, так что нет, хватит! В этот раз купим тебе разные! Да зачем мне разные вообще, я понять не могу! У меня все одинаковые, серые в клетку, все как на подбор! С ними дядька Черномор! Да при чем здесь твой бородач? Мне перед соседями неудобно, я стираю, на балконе вывешиваю, и все думают, что я живу не с тобой, а с ротой солдат! Чего ты несешь? На роту солдат 10 труселей не хватит! А мне в самый раз! У меня же еще парадные есть, помнишь? Красные эти, с бахромой! Парадные! Мне кажется, в этих парадных твой дед на парад ходил! Ходил! Слушай, я еду на две недели к маме! У тебя стратегический запас закончится, что ты будешь делать? Ну так... Мои носить! Точно! Саша! Что? Изведи, пожалуйста! Да-да, чем могу помочь? Нам надо вот трусики на этого мальчика! Вам какие? Брифы, слипы, хипсы, боксеры, стринги, бикини, джокстрипы? Хэбэшечка есть? Хэбэшечка? Сейчас есть много более современных и дышащих материальчиков! Ты что, с ума сошел? Я не собираюсь через них дышать! Я их носить буду! Не обращайте внимания, мальчик шутит! Подскажите нам, вот какие вы носите? Лично я? Да! Лично я вообще не ношу! Это сапожник без сапог, да? Или ты из секции? Из какой секции? Из гомосекции! Саша! Шутит он, шутит! Ну, может, вы нам что-то посоветуете? У вас он какой? Активный или пассивный? Что? Я нормальный! Я жену люблю, да? Я имею в виду, какой образ жизни он ведет? Активный или пассивный? Ну, вы знаете, в основном лежит на диване и смотрит телевизор. А, иногда встает в туалет и за бутылочкой пива. Мы с мамой так и называем его пассивный активист. Понятно. Когда вам подойдут боксеры? Посмотрите вот на этом стендике. Не буду я ничего смотреть. Саша, ну что ты начинаешь? Ну, вон, мужчина смотрит и ничего. Кстати, там отдел мужских стрингов. Мужчина стринги выдирает. Так это нам еще нормальный стентик посоветовали. Я представляю, как на этом жердя и стринги вы смотрелись. Саша! Хотят что-то представлять. Мама твоя вылитая. Во! Слушай, ты что начинаешь? Слышите, а что у вас, свои маски тоже продаются? Удобно. А вот эта штука для чего? Вообще-то это стринги-слоники. То есть... Блин, это что, трусы, что ли? Трусы, да. Ё-моё! Собери. Не нравится? У нас еще есть белочки, зайчики, дельфинчик, удавчик. Блин! Вот что, кукольный театр закрылся. Я дал весь реквизит вам на реализацию. Давайте слоники. Да какой слоник, Яна? Ты чего? Не может человек в слонике ездить на гелике. А, ну да, он же большой будет. Фью, большой. Маленький. Сашка, а давай тебе слоника возьмем. Ну, чтобы больше казалось. Ну, как бы на вырост. Дикан! Я представляю, ты их постираешь, на балконе вывесишь. Все подумают, что ты сумасшедшим стриптизером живешь. Я прошу прощения. Да, да, чем могу помочь? У меня возврат. Размер не подошел. Сожалею, но нижнее белье обмену и возврату не подлежит. Блин! Мужик, так а что ты мучаешься? Сними их, е-мое. Так я и не в них. А вам я посоветую. Никогда не покупайте трусы с молнией. О-о-о-о! Капец! Слышите, а что это у вас среди мужских труселей женские затесались, а? Ой, что вы, что вы. Это мужская моделька с кружевами. Для тех, кто хочет удивить свою вторую половинку. Да я мужиков в бане могу своими двумя половинками в этих труселях удивить. Сколько они? Полторы тысячи? Слышь, Викусь, а зачем мы Лешке вообще в школу деньги сдаем? На шторы, на эти, на тюль? Я вот так вот в труселях прийду и скажу. Вот вам шторы, вот вам тюль. Стаса! Чего? Ну что ты удивляешься такой цене? Круженые трусики, они стоят дорого. Да, ты же мне на 8 марта дарил. Да я тебе обычные дарил. Вот так вот в пять раз сложил их, и потом ножницами звездочки так вырезал просто. И что, стяжинки? Вот и пол. Ах ты, желобяра! Что? Скажите, пожалуйста, у вас есть просто обыкновенная резинка? А вам зачем? А я ему носки к трусам пришью, как варежки к шубе, чтобы не терял. Вот так экономнее будет. Это что, типа эспандер, что ли? Мужчина, а что вы делаете? Ну, трицепс качаю. Вы чего, это же манкини. Чего? Ну, мужские бикини с лямками на плечи. Блин! Да что за хрень вы тут продаете? Молись, мужик, чтобы до тебя их никто не мерил. Чего? Да что вы такое говорите? Это новая моделька. Новая моделька. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы мне не подскажете? Мне нужно пять пар трусиков разного цвета. Мужик, тебе что, в жизни красок не хватает? А у меня все четко распределено. Я каждый день встречаюсь с разными женщинами. В понедельник, значит, у меня Светочка. Светочка, кстати, работает в детском саду. Поэтому я должен быть в чем-нибудь цвета детской неожиданности. Потом Леночка во вторник. Леночка из партии Зе. Я должен быть в чем-нибудь зеленом. В среду у меня Олечка. Олечка работает в оранжерее. Я должен быть тоже в зелененьком. Ну, вот здесь вот травка должна торчать. Вот здесь, хотя у меня, собственно, и своя травка неплохая. Ну, а в четверг Яночка. Яночка сатанистка. Спереди дьявол, сзади ад. Понятно. А в выходные вы, получается, без труселей ходите, да? Нет. В выходные семейники. Я же в семье в выходные. Только семейники разные, пожалуйста. У меня же две семьи. Да, в одной, так сказать. Вот, готово? Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо, замечательно. Ой, зелененькие есть, спасибо. Да, зелененькие есть, как просили. Слушайте, мы тогда стринги брать не будем. Мы вот эти возьмем. Ой, это отличная моделька, новая коллекция. Они светятся в темноте. Чего? Светящиеся трусы? Я что, джедай, что ли? Ну, представьте, как ночью в них будет светиться ваш Дарт Вейдер. Ой, я вспомоляю, максимум мастер йода. Что? Что? Маленький зеленый сморщенный? Ой, ты-то молчи со своим Чубакой. Так. Так, может, вы тогда померяете? Представляете, как вы ночью в них будете делать? Ррррр. А что, мы возьмем? Зачем? У нас дома перебои с электричеством, а так хоть Лешка уроки делать будет. Слушай, ты как все это представляешь? Встанешь над ребенком и будешь говорить, учение свет, не учение тьма. Как эта штука работает? Они сделаны из специального флюоресцентного материальчика, который в течение дня накапливает свет, а ночью светится. Вот смотрите. Круто, слушай. Так я с утра вот так вот встану на балконе, подзаряжу их, а вечером на люстру и все. Экономия. Спасибо, не надо. Вот эти сколько стоят? Эти стоят 500. Так, все, Вика, сегодня без труселей. Саша, ты уже был без труселей. Так это я тебе сюрприз хотел сделать. А чуть не сделал маме инфаркт. Так она предупреждать надо, что ты с мамой едешь. Так я же тебе позвонила и сказала, что я еду с мамой. Так откуда я знал, что ты со своей? Я думал, с моей мамой. А что она там не видела? Она меня до 23 лет купала. Вот, вот эти бери с ромашкой. Да, отлично. Вот возьму их, надену вам на 8 марта и все, и букет дарить не надо. Давайте трутни, налетайте, опыляйте. Ладно, не нравится? Давай другие. Вот, вот эти бери. Что это вообще за ниточка? Это стринги. Полторы тысячи в задницу. Это знаешь как в этом? Я проснулся в 6 часов, нет резинки от трусов. Вот она, вот она. Убью. Намотана. Так, ладно, короче. Есть у вас светящиеся слоники? Найдем. Это тебе зачем? Как зачем? Я их возьму, на рыбалку в них ходить буду. Щуку прям на хобот ловить буду. Так, иди уже, рыбак. Давайте нам обычный серый леточку дам. Вот, пожалуйста. Полосочку, спасибо. О, отлично. Слышишь, класс. А нам давай все-таки слоника. Да? Одену его сегодня в налоговую. Приду, скажу. Денег нет, вот вам хобот. Хобот. Спасибо, спасибо. Любименький, я дома. Хорошо, солнышко, я на кухне. Ага. Заходите. Открыто. Открыто. АПЛОДИСМЕНТЫ Через столько лет? Да. А зачем ты пришел? Не могу без тебя. Пока сидел, только о тебе и думал. Вспоминал твои маленькие глазки. Твою сладенькую улыбку. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, 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 ты понимаешь? Мне вот этого всего не надо. Я счастлива. А теперь в два раза счастливей будешь, да? Да нет, ты пойми, у меня вот это все уже есть. А теперь будет в два раза больше. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вика, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А ты с коллегой по работе пришла? Ну ладно, у меня там пельмени кипят. Будете? Это кто? Это мой повар. Повар? У тебя личный повар? Ничего себе, ты поднялась, Виктос. Нормально. Коллеги, коллеги, вам к тарелке праздничные ставить или обычные? Повар, ты меня уже достал. Конечно, праздничные. Мы с Виктосом 15 лет не виделись. Сейчас праздновать будем. Вика, а можно тебя на секунду? Куда? Пойдем по специям поговорим. А, давай. Вик, это... А ты кто такой? Это мой муж. Бывший. Сейчас я с ним разберусь. Молодой человек. Из тюрьмы вернулся. Чего? А вы пельмени с майонезом можете? Или со сметаной? Мне пухер. Ага. Стоять! Со сметаной давай. Давно я ее не хавал. Хорошо. Разберусь, разберусь. Что у меня вышло? На самом деле, это не повар. А кто? Родной и близкий мне человек. Ах, ну кто может быть ближе повара? Ну понятно! Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Что у меня сын? Сынок! Все ж сходится. Пять лет я в бегах, потом пять лет на зоне. У меня сын! Ну если это не мой сын, я вам бошки обоим поотрываю. Папка! Ух ты какой щуплый! Не моя порода. Я еще вырасту. Конечно вырастешь! Давай знакомиться. Папа Ваня. Евгений Михайлович. Иванович, Иванович просто переволновался. Да конечно, Иванович! Иванович, это ж сколько я тебе любви своей отцовской не додал. Все верну. Будем на охоту с тобой ездить, на рыбалку, по бабам ходить вместе воем. Бабы у тебя уже были? Одна. А ты слыхала? Одна! А теперь у тебя будет каждый четверг бабская сафари! Пусть ты, ему не нравится! Не, про сафари, кстати, нормально было. Женя, скажи ему правду! Какой правду? Сынок, скажи папе правду. Пока меня не было, приходили к ней другие мужики? Только женщины и дети. Хорошо, знаешь как я ее люблю. Ревную, каждому столбу всегда так было. Еще до отсидки помню. Прихожу к ней, а под подъездом хмырь какой-то трется. На тебя похож. А в руках у него 21 роза. Знаешь, что я с ним сделал? Я его вместо вазы использовал. Женечка, что делать будем? Для начала розочки в вазу поставлю. Ай, Виктос! Что ж ты не сказала раньше? Да если бы я знал, я бы эту решетку быстрее пилел. Поэтому и не сказала. Ты что-то хотел? А, ну иди, иди. Гуляй, нам тут с мамкой твоей надо... А, шо, поиграть? Ну давай, тыгадым, 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 тыгадым. Ну все, поиграли, иди в свою комнату. Нам с мамой надо прилечь. Так, Женя, быстро ему скажи правду, иначе я это сама сделаю. Я просто... На самом деле это... Папка, идем, и я тебе свою комнату покажу. Ну давай. Это не сын! А кто? Дочь. Я не понял, он шо, из заднеприводных, что ли? Да пойми ты, он спит со мной. Да ладно! Ты чего? Такой взрослый мальчик, еще до сих пор с мамкой спишь. Ну ничего, ты еще скажи, что ты под себя ходишь, а? Вот сейчас первый раз. Все, все, батя приехал, будешь теперь с батей спать. Я тебя быстро с отца отучу. Да пойми ты, наконец, это... Мой новый муж! Муж? Ну как муж? Приготовиться, убрать, постирать, по-по-по-по... Значит, муж. Ну муж, значит, муж. Ну-ка пойдем, муж. Как муж с мужем поговорим. Отойди! Пошли! Живи не по-моему, давай! Что ты сказал? А он говорит, я не пойду на улицу. Я тебе прям тут в морду дам. Да! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не только в морду, еще кулаком в живот. А ну! По полу, говорит, я размажу, сердце вырву и сожру. Ты урон! Капец тебе! Ситёк! Ты шо разорался? Мама только прилегла. Клавдия Андреевна? Ты смотри! Ты жирный вернулся, а? Тебе чё надо, чмо лысое? Я... Порешись вас пришёл! Заткнись! Познакомиться с Евгением Ивановичем. Михалычем. Михалычем. Знакомься и вали. Давно с ней живёшь? С кем из них? С тираннозавром. Вы её тоже так называете? Вся зона её так называет. Пять лет. Пять лет? Я полгода выдержал и в бега. Извини, мужик. Вы все меня извините. Я не вовремя пойду. Больше не потревожу. А и... Виктос. Муж твой новый. Настоящий мужик. Слышишь, мужик. Дуй на кухню, у тебя там пельмени выкипают. И тарелки праздничные по сахару, не как вчера. Мужик ещё нашёл. Жабу в чан я положу, жабьим глазом отслежу. Я... Прошу прощения, я ищу Матрёну Михайловну. Заходи, Егор Григорьевич, заходи. Вы знаете, как меня зовут? Я всё про тебя знаю. Знаю, что ты чиновник. Знаю, что ты патриот. Да. И знаю, что у тебя опять паспорта. Да. Здрасте. Разрешите, я... Ты записанный? Да не, вроде сухенький. Но время сейчас такое, что вот ссутся все. Ой, подожди. Только не могу понять, крещённый ты или нет? К сожалению, нет. Но с батюшкой в баню хожу регулярно. А, понятно, просто я сапара не увидела. Так. Ты говорю, по записи? Нет. А что, у вас по записи? Это типа как у семейного доктора, что ли? Если что, я тест прошёл. Ну, в смысле, отрицательный. Ага. А тест на тупость сдавал? Нет, а надо было? Ну, тебе не обязательно. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Чё пришёл? Сказали, что среди всех этих экстрасенсов вы прям самое главное. Правда? Это правильно сказали. Ага. Я даже Кравчуку будущее предсказывал. Кравчуку? Это тот, который изобрёл сумку с колёсами? О-о-о. Президент Украины. Говорю ему, не сдавай ядерное оружие. А-а-а. Так вы сейчас не нам, а мы рассказывали будущее всему миру. АПЛОДИСМЕНТЫ Трамп у меня был. Трамп? Трамп. И что Трамп? Говорит, Галяне Михайловна, были ли фальсификации на выборах? А я ему говорю, какие выборы? Шмыборы без тебя порешают там. У тебя проблемы, говорю, с жёнкой твоей. С Меланией? Да. Да, о, хорошая я бы её. А-а-а. Ну, я ему один порошочек выдала, и у них наладилось всё. Да как наладилось? Она вроде документы на развод подала. Ну, видать, порошок закончился. Могу, кстати, тебе с этой проблемой подмочь. Не-не-не-не, у меня с этим всё в порядке. Но я же в будущее смотрю, в завтрашний день. Тогда, если можно, два килограмма. Ага. Это вы что ещё скинули? Экстази, что ли? Витамины, придурок-то. Ага. Время что-то такое. Слушайте, а вы точно экстрасенс? Просто я смотрел все сезоны битвы экстрасенсов, и я вас там не видел. Слушайте, тебе нужно не будущее узнать, а голову сначала прилечить. Давайте бабушка яичко покатает. Не-не-не, спасибо. Я пока сюда ехал, покатал. И хотел спросить, кстати, вот пока ехал, смотрел вокруг и, честно говоря, удивлён. Ни дорог, ни столбов, ни электричества. Я два джипа сменил, пока сюда доехал. Просто, ну, если вы такая крутая, чего же вы живёте в такой глуши? Что ты не видел асфальт у нас? Нет? Нет. И столбов с электричеством? Нет. Ну вот, они есть. Это как? А, это вы в будущее смотрите, да? В прошлое. Что? Ещё в 18-м году по документам облрады на это всё 30 миллионов было выделено. А-а-а! В 18-м году это ж по переднике, мы тут не прийти о... Ага, конечно. Ладно, что хотел, говори. Да, я же, чё, собственно, пришёл. Я как бы не от себя, я от всего правительства, да? И вот мы, правительство, хотим знать, что нас ждёт в будущем. То есть вы, правительство, которое придумывает законы для будущего, пришли к бабушке, чтобы узнать будущее? Ну да. Ну, просто мы думаем, что на нас наслали порчу. Думаете, это уже хорошо. Кто наслал? Да кто? Понятно, кто. Попередники проклятые. Ага. Причём мы сначала думали, что вот на кого-то одного конкретного. А потом смотрим. Нет, блин. На всех. Кто бы новый не пришёл, всё, через месяц уже портится. Так может, не тех берёте? Так а мы тут при чём? Люди сами выбирают. Ещё болеть все начали. Уже в масках все ходят. Вот санитайзерами этими уже буквально обмываются. А всё равно болеют. Вот нам бы как бы знать, что там в будущем-то будет. Ну кому как не вам знать, что будет в будущем-то, ну? Так в том-то и дело, что уже никто из наших дупля не отбивает. Что будет завтра. Нам бы помочь. Эх, ладно. Поможем правительству вашему. О-о-о. Пока вас не разогнали к чёртовой матери. В смысле? Да кто же нас разгонит? Мы же правительство. Ну я сейчас в будущее загляну и могу назвать конкретную фамилию. Ой, извините. Сейчас, секунду. Да, Кумчик. Да-да. Ты меня спрашиваешь, продавать доллары или покупать? Блин, я откуда знаю? Я не знаю, что будет через неделю, а ты такие вопросы задаёшь. Не знаю, сейчас спрошу. А вы можете завтра принять человека? Кто такой? Министр финансов. Давай сначала с одним придурком разберёмся. Ага. С каким? Скажи, что ты занят. Скажи, что ты занят. Угу. Так. На чём мы остановились? А, на будущем. Да, сейчас будем будущее предсказывать. Хотелось бы уже. Вот мой... Вау! Это Apple HomePod? Чего? Ну, новый девайс от Apple, который подключает сразу несколько девайсов, имеет голосовой набор, и там Siri в нём встроена. А, Бубин танцуй. Бубин? А вы думаете, это поможет? Да, поможет. Так меньше меня будешь дебильными вопросами отвлекать. Сейчас настроюсь. Придуроком дай Бубин! А вы не продаёте его, кстати? Еще больше сбиваешь меня, дебилокусок. А можно вопрос? Да. Опять дебильный? Не-не-не-не-не, да. Вот хотел узнать, откуда вы информацию черпаете? Вот это вот то, что у меня пять паспортов, это же кто-то сливает. У меня прямая связь с... С президентом? Через Разумкова? Бери выше. Через Ермака? Выше. Через Олигарха? Еще выше. Трамп. Слушай, ну ты точно. Я говорю, прямая связь с космосом. С Леней? Так он же вроде не при делах. Слушай, давай я тебя яичком точно покатаю, а? Не-не-не-не, не-не-не, не надо, не надо. Нет, сорян, вы просто сказали, что... Ну, с самым главным, я подумал, что главным в нашей стране, поэтому... Ну вот профаны, а? Все ж знают, что главный в нашей стране живет не в нашей стране. Так. Я говорю, с космосом у меня связь. Где ракеты летают? Понял ты? Понял, понял, да. Так, говори, что хотел узнать. Секундочку, а вот перед тем, как мы начнем, хотел узнать, а сколько нам обойдется вот эта ваша коннекшн с космосом? Мне деньги не нужны. В смысле? Наличка не нужна? Ну, окей, на фоб закинем безнал, говорите. Мне вообще деньги не нужны. Вообще-то вы имеете... А, гривны? Ну, не вопрос, доллары, евро, биткоины. Ой, мне не нужны. Ни гривны, ни доллары, ни евро. Понял ты? Не нужны. Понял. 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 Алло, кумчик, я все узнал. Короче, скидывай и евро, и доллары. Все, все, они не нужны. Просто не нужны. Не знаю, министр финансов, может быть, и нужен, а сами финансы... Все. Ну, все, давай. Вот придурок ты, а. Я говорю, что за эту услугу мне деньги не нужны. А как мы с вами тогда... Ты должен будешь бабушку по-другому отблагодарить. Бабулечка, дорогая, вы моя. Но перед тем, как что-то начнется, я вас сразу предупрежу, что я... Что ты гей, это я знаю. Вообще-то я хотел сказать, что я женат, но если у вас такая информация... Ну, ладно. Имеется информация. Да, я говорю, что мне от тебя ничего не надо. Ты должен будешь помочь другим людям. А, они мне что? В смысле? А, я понял. Они, типа, вам должны, а я за них закрываю вопрос. Это, типа, переуступка долго? Где ж яичко-то, а? Ладно, пусть будет так. А-а-а. Всё, говори, что хотел, спрашивай. Ну, по поводу карантина. Что будет с карантином? Так, вижу. Постепенное усиление полной приостановки, частичной отмены временного запрета карантинных мер. Извините, бабуля, но сейчас ни хрена не понял. Может, у вас шар какой-то мутный? Может, протереть его? Сам-то ты мутный. Это не шар, это вот, ваше министерство в газете напечатало. А-а-а. Так, это наши. Ага. Ну, наши, понятно, им бы что-то написать. А я серьёзно спрашиваю. Ну, что будет с карантином, там, какие будут зоны, сколько их будет, какого они будут цвета, будет ли голубая? Голубая особо интересует. Ну, не так, чтобы, ну, там, особо, просто спрашиваю. Вижу, 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 будет одна зона. Одна зона? Да. Для всей Украины? Для всех министров. Ой, посадить вас в эту зону. И тогда народ заживёт. Ой-ой-ой, вижу, 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 вижу. Не-не-не-не-не, бабуля, ну, что значит народ заживёт? Пока вакцину не придумают, не заживёт. Вакцину придумают. Кто? Американцы? 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 Со властью. Так, смотрю, странно, чё-то, непонятно. Что-что? Шиномонтаж показываю. Шиномонтаж? Блин, так чё непонятно? Переобуваться все начнут. Блин, знать бы в кого переобуваться. А там не видно каких-нибудь названий партии или там буквы, слова? Вижу буквы. Так, скажите, какие? П. П. З. З. Д. Д. Ц. Ц. ПЗДЦ. ПЗДЦ. Вижу ПЗДЦ. ПЗДЦ, ПЗДЦ, ПЗДЦ. Что-то я не помню таких. Это какая-то новая партия Украины? Это последняя партия Украины. Последняя партия Украины. Это типа как ОПЗЖ? ОПЗЖ это и есть ПЗДЦ. Народ переименовывает. Шу-ю-шу-ю. Интересно. А что ты ещё видишь там, может, локдауны, дефолты? Нет, этого ничего не вижу. А что, что, что? Вижу. Жопу вижу. Это ещё одна аббревиатура? Железнодорожная оппозиционная партия Украины? Что это? Нет. Жопу. Огромная жопа нависла над всей страной. Что там реально жопу показывает? Бабуля, дай посмотрю. Подождите. Подождите. Ай. Бабуля, а что ж вы такая неосторожная? Ой, плохая примета. Что? Ой, примета плохая. Что, что? Примета гласит. Кто шар магический разобьёт, у того вся жизнь превратится в то, что шар на последней картинке показывает. Эээээ, вот эту жопу надо исправлять. Давайте что-то делать, что-то решать. Нужно было не жопой думать. Так это... что делать что делать ладно есть выход есть выход дам тебе свечку нужно чтоб ты ее себе поставил в полночь на третье лунные сутки полночь на третье лунные сутки а чё ж она такая здоровая нормальная и поджечь не забудь еще и поджечь бабушка это какие-то средневековые пытки я не согласен вы хотите жопу в стране исправить значит нужно чтоб каждый министр в себе такую поставил бабуля конечно все понимаю но вряд ли у нас есть министры которые ради страны будут рвать жопу что ты боишься да я не боюсь я просто очкую что-то никогда не ставил свечку что не уставил доктор прописал там маленькие вот такие вот вот ты придурок а все об этом думаешь а я тебе говорю не не туда вставлять надо а поставить в полночь возле карты украины поджечь и молитву прочитать я такое подумал капец подскажите какую молитву я запишу написаны господи милосердный господи милосердный господи или господи господи ну то есть вы сами не знаете да ладно я бог напишу ладно все остановись бог все остановись слышишь лысый хватит слышишь лысый он вроде с волосами был слышь ты придурок остановись говорю и вы извините бабуля вы конечно авторитетно богу такое же нельзя говорить ну что это ж бог я тебе говорю придурок лысый я лучше запомню запомни господи милосердный господи милосердный избави страну от нас дураков избавь страну от нас дураков а дальше а дальше уже насрать что с вами будет все аудиенция закончена бери свечку вставляй в полночь все вы красивые назвали вставляй в полночь подождите бабуля ну со страной все понятно жопа так жопа ну а со мной конкретно со мной что что будет можете сказать а как я тебе скажу ты же шарик разбил ну руке погадайте рука это не мой уровень число буду чем мне слабо а ну давай руку и вижу о и вижу на роду тебе написано чиновником быть да а где это видно вот смотри линия ума с линией жизни расходятся что я не понял какая связь вот поэтому и расходятся все равно не понял ну ладно 8 ой смотрю тебя линия богатства жирная такая жирная прямо как складки у тебя на затылке ну правда в конце линии ее какие-то другие более мелкие линии пересекают а это дополнительные источники дохода возможно но мне больше на решетку смахивает агон смотри линия богатства с линии прокуратуры жестко пересекает вот это вот реально уже вот это надо исправлять что мне делать валить надо тебе ой валить на испания италия куда лучше в то место где нет ни дорог ни электричества в россию что ли к бабушке в деревню у нас тут ни дорог ни электричества никто тебя не найдет вон домик соседний взброшенный будешь бабушке воду таскать трава колоть я-то одна уже не справляюсь спасибо у меня все порядке у меня в испании вилла у меня в швейцарии два счета офшорных у меня во франции три бизнес-центра прямо в париже а это имущество твое горит все цари нет у тебя не бизнес-центров не офшоров ничего бабуля ты чё меня оставила с этими несчастными 18 квартирами в киеве теперь делать что делать идем и я тебе домик покажу колодец покажу дрова на уши руби поехали уже я же я же я же я же я же я же какого хрена я не понимаю еще у меня вытащил из клуба блин такая точнее ты меня снял с такой женщины там такая его егор григорьич мы не можем больше откладывать нам нужно снять предвыборный ролик так и снимаешь недавно пять лет назад пять лет назад группе как один день пролетели но ведь это был прибыльный день до не свое дело также я сейчас плохо соображая три дня и не спал из-за выборов еще а да из-за выбора никак не мог выбрать чем я курнуть нюхнуть или донать короче я вам поэтому кофе принес и не меня это не вставляет вообще не 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 все и же я не я говорю нам нужно снять маленький ролик да какой ролик женечка и ну его мои у меня нет времени мне сейчас надо на на ковер и губернатору потом на открытие в парковке потом на закрытие губернатора и на открытие ковра горит что надо что надо ролик снять для выборов надо же я ну я же не президент чтобы ролики снимает мне надо что попроще там ленточку подарить и компьютер разрезать все наоборот а да ну наоборот компьютер разрезать ленточку подарить вы опять перепутали конечно перепутал же дня я три дня не спал его не волнуйтесь и горе григорьевич есть сценарий там не сложно какой еще сына я двух слов связать не могу ты чё там слов нет там только действия какой еще действия и я могу только лежать и спать нет нет вам нужно выйти в народ куда ну к вашим избирателям с ума сошел они меня разорвут как тузик тряп я за пять лет и юстука украл иди одной лампочки и мне вкрутил я это понимаю поэтому вместо избирателей будут актеры а из нашего города да нет у нас в городе актеров вы же вместо театров парковку сделали нам несложно смотрите вот а значит идея какая вы идете вдоль людей видите бабушку подходите обнимаете ее дружеские боксируйте со спортсменом жмете руку рабочему целуйте медсестру поднимаете ребенка запомнили да зажимаем месяц трубоксирую ребенка понимаю старственно хочу кстати я его поднимаю давай я буду лежать он меня будет поднимать нет нет егор горыч вы напутали там надо бабушку обнять с боксером побоксировать нажать руку рабочему медсестру поцеловать ребенка поднять все просто и это очень сложно давай что попроще то и за да куда уж проще то ну я не хочу бабку целовать ты понимаешь что ли ее не нужно целовать ее нужно просто обнять хорошо тогда у меня вопрос какой а как как я их всех узнаю как кого бабку спортсмена рабочую медсестру ребенка вы серьезно сейчас конечно серьезно же я мэр я езжу в тонированном мерседесе откуда я как эти люди выглядят вот смотрите мы нарисовали а бабушка будет старенькая боксер перчатках мальчик в шортиках строитель в каске будет на медсестра в халатике медсестра хорошенько а что если должен сделать я напомню в дуть медсестру поцеловать а бабку в дуть да нет а кого в дуть спортсмену что и у меня принципы ё-моё да никого не надо дуть медсестру обнять бабку поцеловать там все просто готовы сейчас зови я щас взбодрюсь и все огонь сейчас я позовите актеров на площадку мажен а вот пожалуйста юма и у нас тут митинг до свидания его револьчик они митинг это не митинг это актеры какие еще актеры мужики но снимаем и выборный ролик мы только что с вами сценарий обсуждали а а южу дуги и тебя видел актеры значит пока мэтт вам не подойдет вы с точки не уходите стоите на точках егор григорьич готовы нет почему кто из них кто ну присмотритесь вот эта бабушка спортсмен рабочий медсестра и ребенок я не запомню можно им бэйджики повесить как это приготовились егор егор я вас верю вас все получится и так по сценарию егор григорьич идите все давай а вы куда пошли ска идите я пошел я в клуб идите в кадр по сценарию к народу а все да понял все готовы до камера мотор начали стоп что вы что что вы сделали боксировал а боксировать нужно со спортсменом а бабка же не спортсмен стоп ты сдох поднимите бабушку а если я бабку поднимаю ребенка я что целовать должен мы оставьте бабушку горько что вам непонятного я все объяснил блин ну что вы запомнить не можете да еще еще и мало запой кому я что даю к у кого я беру понятно это же тебе не взятки брать подилка мы знакомы егор григорьич бабушку пожалуйста не пейте у нас нет дублера не вопрос обнять ее нужно помним да нужно обнять приготовились начали стоп бабушка вы куда уходите а ну его нахрен неизвестно что ожидать от этого урода пускай идиот без него лучше будет она какая-то стремная рожа красная алкоголичка ты скотина мне первом дубле в нос за зарядил пригласите пожалуйста гримера на площадку мне было что доктора отбой по гримеру медсестру на площадку пожалуйста егор григорьич бабушку бить нельзя это наш пенсионерский электорат бабушку обнять с боксером побоксировать рабочему божать руку мальчика поднять медсестру поцеловать все просто что вы делаете целую медсестру ты же сам сказал да нету медсестру вон ту медсестру а нам еще не мне блондинки больше нравится рыжая иди давай сучка стопудова с режиссером давай давай вот у нас то есть я щас все при мы вам заплатим гонорар становитесь на место да вот там прекрасно ну что егор григорьич еще разочек давайте да да все давайте еще разочек так так бабку напомни я шо должен в дуть или ударит лучше бей так давай нет 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 обнять бабушку нужно обнять обнять запомнили да а поцелуй это дальше все поехали я понял начали бабуя один-один падла бабушка что вы делаете как он целоваться полез я свою честь берегу с молодым егор григорьич вы зачем целоваться-то полезли ты уж санска обнять потом поцелуй да целовать мне сестру надо они бабку давайте еще разочек с бабушки и и давай без неё я но и я чувствую я только и и буду полдня проходить она реально как босс уровня в компьютерной игре ладно бабушка у меня была я потом монтажом поправлю и так идем дальше по сценарию боксируем приготовились начали я поменьше не могли найти что такое здорово это я мое что вы делаете поднимаю мальчика в шортиках ну и он я думал а ты его в дуть хочешь можно не 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 егор юр вы разве не видите это не мальчик вон мальчик в конце стоит это уже взрослый дядька а я же за этого коба и у него не видела не капан это спортсмен спортсменам нужно боксировать все часто за махач начнется по взрослому бабка на пиджак подержи сейчас ты у меня получишь я был чемпионом колледжа по боксу так стоп какой махач вы с ума сошли вам нужно просто дружески ударить боксера в плечо а все и все просто приготовились начали два два падла было вообще я не понял ты сказал только актеры понимаете актеров боксеров у нас не было мэр и боксеры есть а вот с актерами это настоящий спортсмен я к нему и пойду у меня одна жизнь давай заканчивается съемка и все как заканчивать мы только пол ролика сняли половину электората отсняли нам нужно закончить поймите давайте было 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 по началу было да проходите дальше и к рабочему да помним по сценарию да итак начали вы зачем на колено стали ну это сейчас в мире тренд ну типа перед черными на колено становится black lives метро да егор григорь что он не черный он просто грязный а а что с ним надо делать руку ему пожать надо просто ну а больно отлично это было дальше поцелуем блин они до хрена привилегии этим черным а а а а а а у нас тройничок а а а а а а все тельничаю не прилетит все дальше с медсестрой hebt 5 и а а и где вы делаете жму я надеюсь что хоть после этого на медицину выделят деньги не горки очень надо и ничего жать медсестру надо просто поцеловать не вопрос почему губы то а куда а понял начали игорь григорьевич почему туда вы целуете ну я как бы в ее лице всю медицину по словам ее надо просто поцеловать в щеку таких в щечку а все отлично это было переходим к ребенку пошли эти ребеночка заделаю вален куда вы егор григорьевич я говорю к ребенку идите не а вот это да все не вопрос приготовились на нет даже не вздумайте этого вообще не было в сценарии а я не помню что я с ним должен делать ну как же егор григорьевич ребеночка нужно поднять начали как вы подняли то опустите мальчика опустить да ты маленькая говно ты своей жизни еще еще не добился а я мэр ты понял я мэр на что вы делаете на землю опустите что же ты такой тупой а ты такой тупой опустите чай его 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 егор григорьевич ребенка нужно посадить на плечи у меня басов нет он этого не сделает ну сари только попробую мою берем ребенка на плечи теперь все вместе кричим мы команда готовы начали начали ты не ори ты так он похоже меня уже обустал 3 2 молодец жену ну бабка сейчас ты у меня получишь держите ребенка держите ребенка все вместе теперь кричим мы команда 3 4 пошел нахрен да товарищ полковник копаем да уже вызвали на допрос да ну дело в том что мы декларацию проверили там все чистенько да но есть у нас одна зацепочка будем работать в этом направлении так точно до свидания товарищ полковник доброго дня вызывали о круто делов егор григорьевич я как критики узнал сразу до вас она долго вы меня вызвали потому что у меня там работа и не початый краги я ж на благо государства и день и ночь и день и ночь у нас как раз есть несколько вопросов по поводу вашей должности а а шо какие могут быть вопросы я чист як слеза як дороги перед приездом президента як приватбанк перед национализацией вот по этому вопросу у нас есть сомнения по привату да у меня тоже самое по вам а а по мне а шо по мне ну я скажу я чист я можу сдать анализы там пописать хочу прямо сюда и пописать не надо не надо ну стадион так стадион так послушайте у нас есть одна информация о том что вы живете не посредством то подавится на мэна я приехал сюда на метро я вон рубашку до нашу за братом уже 5-й год а он и купил в секонд-хэнди а живемо мы все миром в однокомнатной хрущевке причем аренда да 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 мы читали вашу декларацию чуть не прослезились а я коли я писал прямо плакал может вы еще голодаете есть немножко а вот это вот что такое это я пухнул пухну с голодовки каждый день по килограмму пухну и пухну ну понятно лучше присядьте наверно чтобы сознание не потеряли может я постою нет нет присаживайтесь присаживайтесь спасибо так вот у нас есть сомнение о том что вы живете по средствам так сказать какие могут быть сомнения я вам кажу я бедный я такие бедные шуменяет субсидию не дал и потому что не хотят плодить нищету а нам кажется не такой бедный да да это правда еще беднейший я с себе приукрашаю немножко а на самом деле я по три раза чайные пакетики заварию смываю через раз со собой ну да 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 честное слово я единственный кто остался должен приватбанку вот он после национализации представляете у нас есть информация о том что вы коррупционер кто я кто вам так и сказал мизам петренко вот кто коррупционер так и запишем мне ничего записывать не надо я чего наказал но у нас есть информация из достоверных источников я каких-то достоверных сейчас стики фейки я вот наприклад одного дня бачил я к изеленского сбывая камаза на следующий день он уже сидит с макроном у нас информация из соцсетей конечно достоверный источник я у цих соцсетях читал например что все работники набу бисексуалы если я кого-то убедил я извиняюсь я я я сегодня же этот пост из фейсбука удалю напишу опровержение вышло знаете когда мы начали расследование мы заглянули на вашу страничку фейсбук еще ничего потом мы заглянули на страничку фейсбук вашей жены ну а там всего две фотографии челлендж 10 лет назад так я ж вам прошу и кажу а вы бачили шо у ней шапка та же сама дидова надло фотография пальтишко те же сами а там вот не видно а на самом деле на второй фотографии ботиночки то бывшие коньки да так шо хлопцы я чистый як слеза я пишу работать спасибо а потом мы заглянули в инстаграм вашей любовницы можно водички пожалуйста спасибо ну что ж продолжим спасибо вы знакомы с гражданкой я на бьюти лав я на бьюти лав никогда в жизни не слышал такого странно а ведь это ваша секретарша правда я знакома с яной секретарша это пришла до меня еще гола босса неграмотно не читать и написать и нами я же всему научил ей очистил откормил вот имел вот имел отучили и грызть потому что железа не хватало в организме кальция кальция точно голове не хватало у нее и грызла мел а я отучил вот так вот ну так откуда у девочки четырехкомнатная квартира в киеве а я не знаю может дала держава у нас стояла на черзи як малоимущая держава про малоимущих дбайя а вот на этой фотографии что за подпись смотрите мы с бусей нюхаем кокос значит по перше по перше по перше а по друге по друге по друге по друге по друге это не я фото монтаж и и даже если представить что это я то что тут такого что люди на в 40 роки и перший раз в житте пробуя и даже не пробуя а нюхая я кису рех да но тут нет ореха здесь просто горстка порошка кокосовая стружка так хорошо а вот эта фотография вот вы на мальдивах тонн и я да а что ж под фото она написала я и буся вона свободна женщина она может делать что хочет я и буся это три разных слова ось бачите яка вона не грамотна как стелька вообще а что ж в эту неграмотную прям в засос целуете а а у нас законом не запрещено целувати на грамотных вот я и воспользовался своим конституционным правом так хорошо идем дальше что вот это за фотография а хотите сказать что это фотошоп или что конечно фотошоп ну посмотрите это вообще не я вот они сейчас все что угодно могут подделать вот например могут сделать фотку да я с ней волы купаюсь в душе пожалуйста вот я прошу и говорил хотают научились я срабыть и як настоящая фотка это видео посмотрим не надо не надо а вот посмотрите сюда вот яночка держит так на ладошке новенький феррари и подписывает эту феррари подарил мне мой егорчик а вот смотрите он а вот тут вот на ладошке держит солнышко шо солнышко я и тоже подарил а вот тут на ладошке она держит какой-то белый порошочек а вот это уже криминальная статья с каких пор криминальная статья стирать то есть вы хотите сказать что вы покупаете стиральный порошок в граммах до денег нет совсем тут урочечку просину пошел просернул пошел бедненькие бедненькие а тут вы на килограмм насобирали да а то ж борошно то не мы на великодень не то я пасхи и рубили пикли пикли пах пасхи до сих пор пече вот да мы же люди религиозные мы дужи честни да религиозный честь а религиозный честь не обязательно купаться им в бассейне шампанским а по-перше то крещение а по-друге то что там бульбочки в бассейне то питание не до нас это до тих людей який уже в бассейне хорошо а вот тут вы точно не отвертитесь вы с яной на яхте фотошоп сразу видно бачите яка рожа в мене довольна а у менедж морская болезнь я как бачу цю яхту сразу а может быть вас лицо довольное потому что яхта стоит 10 миллионов долларов еще это же не моя ну да по документам ее купила бедная яна ну так что люди на получая официальную зарплату можем она взяла титр и 600 и пошла поставила на зеро раз 30 70 так бывает и выиграла цю яхту что-то такого а вот здесь вы подкуриваете кубинскую сигару пачка из 100 долларов их купюр то школы было подавиться на рик то еще доллар по 5 был поди все так рубили и вообще челлендж и я его просто запустил хорошо вернемся к вашей любовнице это вы где с ней в затоке а что ж геолокация показывает что это дубай у то щас так за току забацал и шо на ведь google да на ведь google определяет и як дубай но здесь хэштег я люблю дубай а кто же она любит особливо ты вид почуваешь затоте ладно хорошо вот вот эта фотография обратите внимание а шо тут такого она тут просто гола не не як к тебе украшений не яхты ничего не дубая даже а грудь а шо нормальне цитки а шо хорошо вот семнадцатый год вот восемнадцатый вот девятнадцатый грудь растет прям как на дрожжах капуста почала исти капусту я поперла в ней там все а что ж она подписала под фотографией моя грудь и ее спонсор а то не я не вы и это не вы и это не я и это не вы это реально не я все кто такие вот вот кто ее тайный меценат проверяли его а проверяли это ее отец мафиози учитель истории в задрыпинске плохо копает и там наверняка школьных поборов на миллионы долларов там наверняка шторные офшоры все что хочешь у него там мы проверили это не он тогда мать ее медсестра в том же задрыпинске клофелинщица еще и химию направо и налево продает люди добрые шо ж ты так и творится нормальных людей сажают а вот таких вот давайте все выйдем она майдан прекратить этот цирк так все давай зови эту яну бьюти лав будем сейчас очную ставку устраивать она что тут да вы шо гражданка бьюти лав заходите гражданка вареник присаживайтесь вы знакомы с этим человеком ну конечно это мой пусть пусть григорьич так помолчите пожалуйста кем он работает плотником а вот с этого момента пожалуйста поподробней но больше рассказывал что когда он на своей работе в кабинете министра там брали с друзьями и пилили что вот так вот они брали пилили пилили потом ходили в сауну и там пилили он вообще такой знаменитый пулыльчик скажите телефон он вам подарил вот нет это сама заработала показать видео к не надо хорошо а вот это колечко с бриллиантом тоже он это не бриллиант то стекло так это что я все творила ради стекла прикинь значит так я хочу сделать чистосердечное признание и показать вам видео которого нет в инстаграм о спасибо посмотрим всем привет сегодня буся получил зарплату или как он говорит откат и мы едем на мальдивы яна удалите это сторис оно автоматически удаляется яна если ты увидят я тебе убью мы из буси покупаем слона яна удалить вот буся делает дорогу самую длинную белую дорожку в украине хорошей мать бусь а разве можно одному человеку так много бюллетеней бросать яна выйдет из кабинки удалится видео вот а это уже совсем другое правонарушение я не понимаю за что я ж тебе одевал вузы везде а ты а чё ты с какой-то балеткой там тусовался на ты на вифе я видела ее видео в инстаграме вот як булава рынок так и осталась то дочь моя поняла дочь ха а ну-ка давай зайдем на инстаграм его дочки ой папа кто станет президентом да пофиг кто станет президентом доча главное шо папа все деньги уже в офшоры вывел ха 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 ну что ж вот вы и попались егор григорьевич жёрт айди да слушаю ммм понял хорошо все да сделаем так у нас там в энергетической сфере проблемы нужен человек человек который сможет это все решить может быть вот этого туда отправим он из новых беспартийный Нет, 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 из новых никак нельзя. Даже из старых нельзя. Понимаешь, нужен кто-то такой древний, кто-то вот такой прям динозавр. Но такой, который честный, принципиальный, который может решить любую проблему. Таких у нас в министерстве лет 30 уже не было. А, ну да, да. Здрасте. 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 А вы кто? Я покупатель. Покупатель чего? А смотри, а шо продаете. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Так, покупец. Вы, наверное, что-то напутали. Здесь не рынок, здесь государственное учреждение. Так мне же как раз и нужна государственная должность. Какая должность? В принципе, пофиг. Главное, чтобы прибыльная. Чтобы я вот так вот сейчас чемодан, а через год мне 10. Понятно. Охрана. Не, не, охрана это мелко. Мне куда-нибудь в экологию, там, в таможню, в земельный ресурс. Вот туда куда-то. Вы что, действительно думаете, что сегодня можно купить какую-то должность? Так все так делают. Это реально удобно. Вам за это прям респект. Раньше вот это вот надо было упырёныша какого-то в церкви хрестить, с кумовьями там бухать, поздравлять их с праздниками. А сейчас всё чётко. Заплатил сколько надо, гребёшь сколько можно. Я бы на вашем месте уже сайт открыл. Какой сайт? Ну, этих. Сайт продаж. Назвать его там типа братоткат.ua. И всё, и конкретно человек заходит туда, выбирает должность, в корзину, продолжит покупочки. Всё. Мужчина, мы должности не продаём. Это вот сейчас вы не продаёте? У вас переучёт? Или обед? Или закончились? А когда подвезут? Мы должности вообще не продаём. Ну да, ну да. Ладно, пацаны, вот тут 2 миллиона, давайте, деребаньте и камон. Вы чего, сюда принесли наличку? Ну, я могу, в принципе, на карту скинуть, но можно ж 5 тысяч только обналичивать в день. Вы ж заебегаетесь в банкомат. Послушайте, в нашей стране должности не продаются. Ага. А ещё у нас взятки не берутся, рестораны во время карантина не работают. И вообще мы живём в Канаде. Слушайте, возможно, раньше такое и было. Но если это и было, то это было неофициально. Так я ж против как раз вот этого всего неофициального. Я как раз за то, чтобы всё официально через сайт Прозора. Объявляются торги. Человек даёт лям. Я такой хлоп, даю 2. Он даёт 3. Я 4. Оп, продано. Всё. Я пошёл работать на благо народа и своего кармана. Конкретно. Вы слышите себя? Вы же бред несёте. Чё это бред? У меня он куму вообще должность губернатора на ОЛХ купил. Где? Где? Ну, ОЛХ объявление, ну, должность губернатора. Он сначала думал, что это, это, зэки по телефону разводят. Оказалось, что, да, зэки, но не разводят. Сейчас с губернатором работают. А шо, а шо вы стремаетесь? У вас шо тут, прослушку поставили? Или камуры? Шо? Так, я звоню в полицию. Да не, полиция это тоже мелкаш. Вообще, у меня вот карифан купил сейчас должность начальника полиции. Я говорю, не надо покупать. Возьми в аренду на один день. Тебе шо там, наркоту порешать и всё. А он не отмечтать детство. Ну, купил, сейчас продать никому не может. Вообще лаза. Так, эм... Уберите это отсюда, Вар. Шо такое, шо, мало? Вы так и скажите, мало там ещё. Нет, это не мало. Ну, не мало, всё равно берите. Чтоб у меня такая, ну, должность прям, должность, должность была. А назначу можете жену мою сделать там прокуроршей или судьёй. Слушайте, можно я вам задам один вопрос? О, анкетирование, давай. Вы сумасшедший? А шо, обязательно быть сумасшедшим? Хотя да, посмотри на Верховную Раду. Ну, окей, сумасшедшим так сумасшедшим. Только я за эти бабки хочу быть прям самым шибанутым. Прямо... Чтоб все такие... Может, вам сразу в президенты податься? Точняк! О, может, я не дорос ещё? А, ладно, возьму на вырост. А шо, почём? Сериал снимать будем? Какой сериал? Вы посмотрите на себя. Вы не подходите ни на какую должность. Это шо, из-за фигуры, шо ли? Ты скажи, если должность жирная, я поправиться могу. Не вопрос, могу и похудеть. Через месяц буду, как Николаевская корабельная сосна. Слушайте, единственное, что вы у нас можете купить, это камеру в СИЗО. Да это я купил уже, фигня. Сейчас в аренду сдаю. Блин, говорили, что весной всех будут сажать. Я приготовился, жду. А шо? А где? Камера пустует, я коммуналку плачу. За шо кому, я не понимаю. Слушай, может в НАБУ его? Точняк, начальником НАБУ. Шо я такое сижу. Бу-бу-бу. А все на-на-на. Мо-мо-мо. На-на-на. Мо-мо-мо. На-на-на. Мо-мо-мо. Вы не так поняли. Вас посадят. Это тоже обязательное условие? Типа сейчас посадят, потом должность? Нет, это раньше так было. Сейчас все по-новому. А по-новому это как? Сначала должность потом посадят? Так это по-старому. Так, послушайте, у вас нет никакого опыта. Ты че? Как это нету? Алло, я в школе в КВН играл. Я могу и корпоративчик, и свадебку провести, и конкурсы всякие. Да нет, вы не соответствуете профессиональным качествам, которые мы требуем. А я не понял, а что это сейчас только на мне появились какие-то требования? Раньше как-то всех подряд брали, а сейчас какие-то требования? Алло! Вы посмотрите на кабины в Верховную Раду, там же Клондайк для стерилизации. Не-не-не-не, это коррупция, уберите. Мы, между прочим, одной ногой в Европе. А-а-а, понятно, давай. Что вы делаете? Зачем вы штаны снимаете? Ты же сказал, одной ногой в Европе. Я был готов к этому вопросу. Давай, только не ногой. Так, я не это имел в виду, оденьтесь. Че? Слушайте, мне вот просто даже интересно. Какую вы должность хотели купить? Ну, в идеале, конечно, это богопомазанника на земле. А-а-а, а мы не занимаемся делами церкви. Причем тут церковь, Алло? Я про министр МВД. Ничего себе вы замахнулись! Ладно, президент, фиг с ним. Но министр МВД! У нас там человек уже работает. Да пусть все работают, я ушу трогаю, шо ли. Я просто могу быть в постоянном оплачиваемом отпуске. А, слушайте, если вы думаете, что вы за эти деньги можете купить какую-то должность, на которой вы ничего не будете делать, а просто получать бабло, то вы... Министр здравоохранения! Точняк! Блин, это ж кайфы какие! Вы хочешь говорить, все, карантин! И потекло бабло! Масочки, стерилизаторы, перчатки! Нет, 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 нет! Ладно, нет, так нет, давай премьер-министра, черт с ним! Должность премьера уже куплена! Занято! Да! А, это шо, через два месяца надо обратиться, да? Почему через два? Ну, обычно два месяца и все. Нет! А шо, раньше будет? А ну, колитесь, когда распродажа, а? Какая распродажа? Ну, обычно, когда объявляется распродажа должностей. Так, никакой распродажи должностей не будет. А, понятно. Как к обмин, так только своим, да? Ну, да, ну, да. Ладно, ладно, давайте тогда этого. Госрезерв, головой. А у вас что, есть какой-то в этом опыт? Ёбать, ты шо, я 10 лет колодовщиком отработал. У меня такие мыши. Они однажды у меня два вагона телевизора сожрали. Хочешь, познакомлю? Да не надо ваших, наших мышей. Вообще, не надо. Ну, ладно, ладно, давайте так. Вот я вам, вот этот чемоданчик, а вы меня на три месяца в Укрзалезнытью, главой этой наглядовой рады. А, не надо мне три месяца. Я за месяц отобью. Давайте, договорились. Короче, давай, вызывай НАБУ. Вызываем НАБУ. Так, всем стоять! Работает НАБУ! О, попались! Все, берите его, берите его им. Вот его, вот он. Мы вообще-то не за ним. Мы за вами. Спокоим их, ребята. Не имейте права. Не имейте права. Вы чего? Вы что делаете? Вы куда? Что вы делаете? Интересная должность. Раздавать должности. Следующий. 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 Продолжение следует...